Такой жары здесь не было лет 20, говорят жители Тогула. На улице 40 градусов. И так продолжалось около двух недель. Из-за аномальных температур в селе начались проблемы с водоснабжением. Объема воды в действующей скважине просто не хватало. Вода идет по низу там, по берегу. До нас еще так, чуть-чуть хватает. А вот выше два дома, там вообще нет воды. Чтобы у людей была питьевая вода, а также возможность поливать огороды, в селе организовали подвоз воды. Были хорошие проблемы. То есть воды не было вообще. Но коммунальная, они молодцы, они быстро на это все отреагировали, они нам помогали. Доставка воды, подвоз был каждодневный. В объемах, ну конечно, на полив нам не хватало, но питьевой водой мы были обеспечены. Трактор приедет, набрались все. Все набрались, все поехали. Я вот 32 года здесь живу. У нас первый раз такое случилось. Первый раз всегда вода была. Сегодня система водоснабжения уже работает в привычном режиме. Но чтобы избежать обезвоживания Тогула в будущем, систему модернизируют. Причем для чистой воды в селе будут привлечены федеральные деньги. Алтайскому краю удалось защитить проект на федеральном уровне и получить поддержку более 230 миллионов рублей на Тогул. Об этом рассказал губернатор края Виктор Томенко. Накануне он посетил район с рабочим визитом. Пример Тогула хороший знак и для других муниципалитетов края. Весь очередь дойдет и до них. Сделано уже немало. Мы, наверное, миллиарды на три с половиной за последние годы вложили в средства решения таких вопросов. И на этот год хорошие деньги заложили, там больше миллиарда рублей. Это вот поддержка инфраструктурных бюджетных кредитов, вот этих программ, которые реализуются через фонд развития территории федеральный. Ну и будем, конечно, средства краевого бюджета изыскивать. А также участвовать в федеральных программах. Ведь на ремонт коммунальных систем даже в небольших селах требуются сотни миллионов. Кстати, в этом году в регионе на обновление системы водоснабжения потратят более одного миллиарда рублей. Это почувствуют на себе жители 44 населенных пунктов. Ирина Корчагина, День с толком.